Эксперты выясняют причину крупного пожара на втором рынке. Накануне ночью там загорелся овощной отсек. Площадь пожара составляет более 300 квадратных метров. Территория рынка отцеплена. Пока власти подсчитывают ущерб, арендаторы рынка бастуют на площади. Обо всем по порядку. Моя коллега Пасимат Ханапова. Сейчас мы находимся на втором рынке, где в результате пожара вчера было уничтожено более 15 таких торговых точек. По официальной версии, причина возгорания – это замыкание электропроводки. Однако владельцы этих торговых помещений считают иначе. Они называют причиной поджог. Пожар произошел в девятом часу, время когда все работники закрыли свои точки и успели разъехаться по домам. Если бы не Магомед Гаджи, то пламя охватило бы гораздо больше территории. Владелец близлежащего кафе – единственный человек, который вовремя заметил возгорание и вызвал подмогу. Я хозяин этого кафе. В 8.30 я вышел в дверь с этой стороны закрыть сюда и заметил здесь такая искра, пламя. И в этот момент смотрю туда, и вон где эти люди стоят, оттуда сюда уже пламя идет. И сразу позвонил МЧС, пожарные. Пока они пришли, в течение 15 минут уже пламя дошло до суда. Основной ущерб пришелся на овощные отсеки. Здесь в одном из контейнеров и произошло возгорание. Однако пламя успело охватить и соседние отделы. Это вещевые и бытовые магазины. Благо, никто из людей не пострадал. Поджог это или неисправность, выяснят эксперты. Известно одно – отмечают арендаторы. В убытке, как всегда, останутся они. Основные владельцы этих торговых точек – погорельцы из Ирчи-Казака. Это те, кто уже проходил через огненный рынок. Еще не успели восстановиться, а история уже повторяется. 6 тысяч человек там с проблемами. Люди остались, перешли сюда, сами поднимаются. Опять налогами нас душат, пугают этими пожарами. Это сигнал первый. Второй – там даже нет у этих людей уверенности, что они вечером выйдут с магазина, закроют товар, оставят до утра. Что там произойдет? Уверенности нет. Это вот вторая серия Ирчи-Казака. Увидите, конец какой будет. Вторая серия Ирчи-Казака. Так уже успели назвать инцидент владельцы точек. Они уверены, исход будет таким же. Десятки людей останутся без источника дохода. Ущерб не возместят, а условия для нормальной работы им так и не будут созданы. Ущерб еще не считал, вы можете снять магазин, внутрь посмотреть, там все сгорело. Я не знаю, еще до меня не дошло, я еще с шоком в самом состоянии. А это ваш единственный доход? Дизайн? Ах, что делать, конечно. История с Ирчини повторится. Во всяком случае, такой вывод можно сделать со слова арендодателя. Директор рынка Атриум, или как его называют в народе второго рынка, обещает помочь погорельцам, поддержать финансово, а в будущем обеспечить полную противопожарную безопасность. Проблем у нас таковых с противопожарной безопасностью, касаемо вот этих уличных ангаров, не было. Вот эти все требования, предписания, которые были раньше прописаны, мы их устраняли. Какие-то нарушения внутри рынка еще частично идут, добиваются эти работы. Но в основном проблем не было с этим. Будет ли ущерб возмещен? Ну, мы, как управляющая компания, в любом случае окажем содействие. Постепенно, поэтапно, да, я думаю, подключатся руководители региона. И мы тоже стороне не останемся, безусловно. Окажем всяческую помощь, поддержим наших. Стоит отметить, что неделю назад на центральной площади Махчакалы собрались порядка ста владельцев торговых точек этого рынка. Возмущались, что их малому бизнесу перекрывают все пути. Началось все с поднятия платы за аренду в четыре раза. С 300 до 1200 рублей за квадратный метр. Кроме того, с них требуют сбор в размере 120 тысяч рублей для обеспечения и установки системы противопожарной охраны. Вчерашний пожар для этих людей стал последней каплей в чаше, отчего сегодня они решили вновь выйти на митинг. Цель митинга – устал народ. Что аренду, аренду, чтобы аренду, во-первых, аренду не поднимали, и что вот эти 110 тысяч, которые они хотят взять за пожарную безопасность, чтобы не брали с предпринимателей, а сами решали эти свои вопросы. Вот это у нас вот. И на сегодняшний день мы хотим безопасность, гарантии безопасности нас и нашего товара. Потому что, извините, это нелегким трудом заработанный товар, и все мы в то, что вкладываем, мы не хотим, чтобы это сгорело и повторилось то, что было на Ирче или там в другом месте. Поэтому вот это наше требование. Почему в Махачкале горят рынки? Ответа на этот вопрос, вероятно, никто не даст. То ли не соблюдение пожарной безопасности, то ли на участке кто-то точит глаз. А вообще, может, это простая случайность. Но факт остается фактом. Страдает от этого лишь простой народ. Здесь все вокруг перекрыто. На втором рынке объявлен санитарный день. Внутрь никого не пускают, разве что представители власти и СМИ. Сегодня здесь непривычная для рынка тишина. Ни продавцов, ни покупателей. Работают лишь эксперты. Им и предстоит установить причину возгорания и сумму нанесенного ущерба. Будем следить за развитием событий. А вот будет ли какой-либо сдвиг в этой пламенной эпопее, уже совсем другая история. Патиман Ханапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.